Полиция Адыгей устанавливает обстоятельства тяжкого ДТП в Теучешском районе. В результате столкновения грузовика и легковушки пострадали три человека, в том числе двое детей. 31 июля около 12 часов 10 минут дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейске поступило сообщение о ДТП с участием легкового и большегрузного автомобилей. Авария произошла на 27-м километре автодороги А-160 Майкоп-Джедук-Хабль-Адыгейск. Сотрудниками следственной оперативной группы и госавтоинспекции предварительно установлено, что грузовой автомобиль с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с Ладой Грантой. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров отечественной легковушки. 35-летняя женщина и двое детей в возрасте 5 и 10 лет. Все они являются жителями города Санкт-Петербурга. Напомним, что несколькими днями ранее другая семья петербуржцев ехала с отдыха из Крыма в составе 7 человек. Известно, что 59-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, выехал на полосу встречного движения. Там машина влетела в грузовик «Мерседес». В результате столкновения от полученных травм скончался дедушка детей, его 54-летняя супруга и трое внуков. Несовершеннолетним погибшим было 13, 11 и 7 лет. Родители детей ехали в соседней машине. Следствием отдела МВД России по Тахтамукайскому району возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 прим. 2 Уголовного кодекса России. Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере. Основанием для принятия процессуального решения послужили материалы, поступившие из Управления ФСБ России по Республике Адыгея. Следствием установлено, что подозреваемый предоставил подразделение Пенсионного фонда Российской Федерации в Тахтамукайском районе, полученные по результатам медико-социальной экспертизы, документы для оформления страховой пенсии по инвалидности. При этом содержащиеся в них сведения не соответствовали действительности, а также мужчина скрыл информацию о фактическом отсутствии каких-либо заболеваний. В результате фигурант незаконно получил денежные средства в сумме более 730 тысяч рублей, которыми в дальнейшем распорядился по собственному усмотрению. Коротко о событиях и мероприятиях ведомства в нашей специальной рубрике. В МВД по Республике Адыгея проведено заседание коллегии министерства, на котором рассмотрены итоги работы ведомства за 6 месяцев 2022 года. В мероприятии в режиме видеоконференц-связи приняли участие в РИО министр Махмуд Рюстангелов, заместители министра, начальники структурных подразделений и отделов МВД России на районном уровне. Отмечено, что на территории региона сохраняется стабильная оперативная обстановка, уровень преступности в Республике существенно ниже, чем по округу и в целом по стране. На коллегии также рассмотрены ряд актуальных вопросов служебной деятельности министерства и террорганов МВД России на районном уровне. В Адыгеи в рамках операции «Подросток» проведены акции по правовому информированию. В ходе общения полицейские рекомендовали ребятам соблюдать правила поведения в общественных местах, не забывать о запрете рождения на улице без сопровождения родителей после 22 часов, вести здоровый образ жизни и посещать спортивные секции. В Майкопе полицейские устанавливают лиц, причастных к мошенничеству в отношении пенсионерки. Так, в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопа с заявлением о пропаже денежных средств обратилась 62-летняя местная жительница. Выяснилось, что аферисты звонили женщине на протяжении нескольких часов с 12 различных номеров, в том числе начинающихся на цифры 8495. Они сообщили, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Войдя в доверие, лжесотрудники банка убедили Майкопчанку перечислить личные накопления на специально подготовленный для нее безопасный счет. Ущерб 170 тысяч рублей. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» на минувшие недели прошло во всех муниципалитетах Адыгеи. Его участниками стали более 70 сотрудников Дорожно-патрульной службы. Подробности в авторском материале Андрея Грюнера. 30 тысяч штрафа и лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет. Такое наказание грозит пьяным водителям, замеченным за рулем впервые. Дальше больше. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность с реальным лишением свободы. Цель сегодняшнего нашего мероприятия – это недопущение факта управления транспортом в состоянии опьянения, а также выработка в сознании участников Дорожного Убеждения устойчивого убеждения в неотвратимости наказания за данное правонарушение. Впрочем, о последствиях и ответственности за езду за рулем в нетрезвом состоянии большинство граждан Адыгеи было ознакомлено и ранее. На это указывают и стат данные, и сами отзывы водителей. Постоянно перевожу родственников, считая, что ответственно нужно подходить к этому вопросу и быть постоянно трезвым, особенно за рулем. Важно здоровье родных и близких, потому что ты отвечаешь не только за себя, но и за тех, кого ты перевозишь. Для проведения данного рейда в Адыгеи в общей сложности были сформированы 10 групп нарядов ДПС. 7 из них распределились по районам, 3 заняли позиции в республиканском центре. Само рейдовое мероприятие сотрудники госавтоинспекции организовали следующим образом. Сначала с помощью конусов разделили движение по полосам, а затем, остановив сразу колонну автомобилей, стали проводить профилактические беседы с каждым конкретным водителем. По словам инспекторов, именно такая проверка подразумевает максимальный охват машин с минимальной задержкой движения. Ну и разумеется, кроме основной темы рейда, сотрудники ГИБДД зачастую обращают внимание и на другие возможные нарушения дорожных правил. Будь то непристегнутый ремень или отсутствие специального удерживающего кресла для ребенка. С этой же целью на помощь людям в форме приходят и представители общественности. Я провожу беседы с водителями о недопустимости нарушений правил дорожного движения не только употребления спиртных напитков, но и использования ремня безопасности, соблюдения других правил дорожного движения. И вручаю им разработанные отделом ГИБДД по республике Адыгея брошюры. За два часа проводимого рейда сотрудники дорожной полиции выявили за рулем одного нетрезвого водителя и двух лиц, ранее лишенных права управления. В восьми случаях владельцы авто не пользовались ремнями безопасности. 29 машин были замечены с нарушениями правил тренировки. А всего за эти сутки на дорогах Адыгеи задержаны 6 нетрезвых водителей и выявлено 322 нарушения правил. Много или мало – выводы делайте сами. Андрей Грюнер, Беслан Хладжоков. Специально для программы «Вести» – дежурная часть. В Адыгеи осуждены участники организованной группы, обвиняемой в покушении на сбыт героина и метадона. О противоправной деятельности двоих жителей Красноярского района в возрасте 30 и 42 лет правоохранительными органами Адыгеи стало известно осенью прошлого года. Тогда, после необходимых подготовительных мероприятий, подозреваемых на территории Майкопа задержали сотрудники Республиканского управления ФСБ России. Позже выяснилось, что наркозбытчики, причастные к организации межрегионального канала поставки наркотиков, планировали наладить в Адыгее реализацию двух видов запрещенных веществ – героина и метадона. При задержании у поддельников изъяли более 100 пакетиков. Собранные сотрудниками УФСБ России материалы послужили основанием для возбуждения Следственным управлением МВД по Республике Адыгея в отношении задержанных уголовного дела. Рассмотрев собранные доказательства, Майкопский городской суд признал мужчин виновными и назначил каждому наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима.